Они писали времени портреты. Выставка под таким названием открылась 1 февраля в музейном комплексе «Конный двор». По случаю столетия со дня основания профессиональной организации журналистов в Сергиевском посаде, в музее были собраны экспонаты, наглядно иллюстрирующие историю развития местных СМИ. Идея выставочного проекта появилась еще в июле прошлого года, когда к нам обратился Сергиево-Посадский союз журналистов с просьбой сделать такую выставку. В процессе работы мы поняли, что и у нас много материалов, которые носят исторический характер, и в то же время много материалов, которые представить могут наши коллеги-журналисты, с которыми мы постоянно сотрудничаем. И поэтому родился такой выставочный проект. И одна выставка находится в краевическом корпусе музея-заповедника, а вторая вот сегодня открылась в восточном корпусе. Но они как бы друг друга дополняют. Обращаясь к еще более ранним истокам журналистики, можно обнаружить интересное совпадение дат. Инициатором создания первой российской публичной печатной газеты был Петр I. Она начала выходить 2 января 1703 года. Чуть более двух столетий спустя, 2 января 1919 года, правда уже по новому стилю, была основана профессиональная организация журналистов в Сергиевском Посаде. А название первой российской печатной газеты и сегодня говорит нам о многом. Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти. Сегодня надо обязательно помнить о том, что не всякая информация достойна знания и памяти. Не всякая информация полезна для общества, а только та, которая помогает созидать. И если у журналиста будет ясное понимание, для чего он это все делает, тогда и новые технологии не изменят ее суть. Рассуждая о журналистике следующего столетия, Наталья Чернышева отметила, что неизменным должна остаться главная цель – делать жизнь людей лучше. Тех, кто трудился на этом поприще, писал портрет своего времени и продолжает делать это сейчас, поздравили представители городской и районной власти, Союз журналистов Подмосковья и гостеприимные хозяева, сотрудники музея. Пусть всегда ваши репортажи отвечают тем историческим советам и, я бы сказала, напутствием наших предков. Быть профессиональными, быть честными, быть очень тактичными в своем творчестве. Сегодня, когда мы посмотрели экспозицию выставки, мы увидели, как меняла журналистика. Раньше это было только перо, бумага, пишущая машинка, затем фотоаппарат. А сейчас журналистика никак не отделима от тех современных средств. Это и видеоаппаратура, видеосъемка. Мы видим, что как молодеет возраст журналистов, как сейчас молодое поколение стремится принимать участие в освещении всех событий. Я очень вам благодарен за ту работу, которую вы ведете. И старейшинам этого цеха, и современным, и молодежи, которые уже по-другому, по-новому работают. Ваша роль очень важна. Я уверен, что наша журналистика будет развиваться. Вам за все спасибо огромное, за вашу замечательную работу. Ну и, конечно же, критикуйте власть позитивно, где надо зло. Главное, что справедливо и честно. Нам это очень нужно. Сергиево-Посадское отделение Союза журналистов России. Глава Сергиева Посада наградил почетной грамотой за активное участие в жизни журналистского сообщества и вклад в развитие средств массовой информации, а также в связи со столетним юбилеем организации. Медалью «Сто лет Союза журналистов России» были награждены журналисты и издатели, имена и дела которых хорошо известны жителям Сергиево-Посадского района. Сергей Васильев, Сергей Боков, Виктор Штерн, Вячеслав Суханов, Светлана Николаева, Александр Рдултовский, Валентина Болотова и Лариса Войткова. «Мой дорогие друзья, дорогие коллеги, честно скажу, сердце замирает. Мне не верится, что все это получилось и так красиво. Спасибо всему праведческому отделу и всем сотрудникам музея. Все к нам очень хорошо относились, все зачувствовали нам и приветливо нас встречали. Поэтому это наш совместный труд». Журналистам, чей труд получил высокую оценку коллег, были вручены знаки за заслуги перед профессиональным сообществом и благодарности от Союза журналистов Подмосковья. Почетные грамоты от Собрания почетных граждан Сергеево-Посадского района вручил его председатель Сергей Боков. «Наталья Самна Чернышева, покажите, пожалуйста, за неоценимый личный вклад в развитие и объединение средств массовой информации Подмосковья награждается вот такой вот замечательной памятной грамотой от Собрания почетных граждан Сергеево-Посадского муниципального района». Наталья Самна. «Ларисе Николаевне Войтковой за большой личный вклад в развитие и объединение СМИ в Сергеево-Посадского муниципального района». «Лариса Николаевна, пожалуйста». «И третий том нашей книги напряжения об истории родного края, о журналистике, о замечательных людях, которые здесь все присутствуют». По окончании торжественной части все присутствующие оставляли свои автографы на символическом бумажном самолетике и охотно делились впечатлениями от экспозиции. «Как Достоевский сказал, что вся литература вышла из шинели Гоголя, так и у нас в нашем районе издательское дело, телевизионное дело, интернет все-таки начиналось в своих истоках в газетах. В частности, я, например, начинал в 80-е годы, еще при Илье Николаевиче Любопытниве, в газете «Вперед», делал репортаж и был рабочим корреспондентом. «Прошли годы, и сегодня я уже поработал в ряде издательств, сотрудничал в московских телевизионных агентствах, в прессе. Многие годы работаю в издательстве «Ремарка». Сегодня представляю здесь своеобразный отчет работы за последние 12 лет». Алексей Севастьянов, как опытный фотокорреспондент, в первую очередь обратил внимание на фотографии. Хотя остальные экспонаты, которые когда-то были повседневными атрибутами его работы, тоже вызвали живые воспоминания. Когда в «Впереде» работал, мы с Натальей Николаевной начинали делать коллажи. Может, вы видели, наверное, в газете «Вперед». Ну, не знаю, почему-то сейчас это отошло. Но это было, это уже ушло в историю. И я считаю, что это интересно. Креативных взглядов он просто так не будет. Нужна база, и для него, для этого креативного взгляда. А что он, допустим, фотограф? Ему нужно больше читать, чтобы образы появлялись. Готовы ли молодые и совсем юные начинающие журналисты прислушиваться к советам корифеев, мы поинтересовались у Михаила Ходова. Все самое лучшее, ценное, историю, базу, основу обязательно журналистика. Любой новый журналист, пришедший в эту область, должен сохранить. Но при этом настолько должна быть уже оперативная, мобильная журналистика, что не успело события начаться. Оно тут же выкладывается в соцсети, в интернет. Фотографии прикрепляются, короткие тексты. И вообще сейчас, к сожалению, уходит журналистика в очень короткие фразы. Настолько время стало быстро бежать. Молодежная телестудия «Окно» – настоящая кузница кадров для СМИ. Наблюдая за первыми шагами своих учеников на журналистском поприще, которые, кстати, транслируют два телеканала в Сергиевом Посаде и один на Ямале, Михаил отмечает, что ребятам интересны темы из школьной жизни, творчество, в том числе и кулинарное, спорт, и, конечно, крупные события из жизни города и района. А интерес молодежи к истории сергиево-посадской журналистики дает надежду на то, что портрет нашего времени будет ярким и современным, но при этом он будет написан грамотно, вдумчиво и оптимистично. Любовь Лукашина, Сергей Кошайкин, Кирилл Григорьев. День города.